здравствуйте друзья любители хорошего алкоголя рад приветствовать вас на своем канале проходите устраивайтесь поудобнее сегодня у нас в гостях супер популярный супер известный американец джим бим белая этикетка это стартовый виски в линейке он самый дешевый самый доступный родом он из кентуки и носит гордое название стрейт бурбон виски виски именно оттуда имеет право носить это название потому что изготавливается по специальной технологии сырье включает себя не менее 50 процентов кукурузы ну в общем то кому интересна эта технология всегда можете найти информацию по этому бурбону без проблем потому что я думаю что ее предостаточно давайте наверное к цене это кстати по моему 2 бурбон 2 обзор на бурбон на моем канале это вовсе не от того что я бурбон не люблю бурбон я люблю но люблю я его по настроению и достаточно редко это обусловлено как и вкусом данного напитка так и его стоимостью потому что все таки я считаю что за те же деньги тот же виски или коньяк ну будет по интереснее по разнообразнее по аромат не по посложнее в общем то как то как то вот так но есть много много фанатов именно бурбона которые очень уважают данный напиток и покупает элитные сорта бурбона то есть который но в моем понимании превышают стоимость в 2 в 3 в 4 тысячи рублей вот этот же виски достаточно доступный этот бурбон джимбим скидочная стоимость на 0 7 литра 999 рублей у нас в городе поэтому можно назвать данный бурбон еще более-менее бюджетный вот у меня бутылочка 05 представлена покупал я ее в в ашане за 700 рублей просто чтобы освежить память потому что бурбон и опять же пью редко и хотелось бы попробовать побольше видов побольше сортов бурбона вот в общем то взял просто освежить память за 700 рублей данный бурбон уже давайте нальем стакан выдержка у данного бурбона судя по этикетке по информации на этикетке четыре года крепость 40 процентов и данный бурбон разливался вот конкретно именно эта бутылочка разливалась в испании до этого я несколько ну пару-тройку лет назад когда в турцию летал брал в дютике американский джимбим но то был медовый джимбим и вкус их его уже практически не помню в общем не могу сказать что там американские лучше испанские лучше или они одинаковые я не знаю склоняюсь скорее ко мнению что они одинаковые история у этого бурбона тоже замечательная как и у того же джека дэниелса история давняя вот тут нам акцизкой залепили родословную так сказать этого бурбона но в общем то я как понимаю первооткрывателем данного бурбона стал джейкоб бим и вот далее династия продолжилась продолжилась джейкоб бим он дата рождения у него 1760 года но бутылочки нам петут пишут что-то просто а вот сайнс 1795 год то есть основание основан 1795 году и вот ныне живущие ныне продолжающие дело вот этого джейкоба бима фред ноя с 1957 57 по сей день он вот заведует данной маркой ну давайте ко вкусу к аромату вот сегодня как раз настроение вот сегодня как раз настроение смотрите бутылочки практически уже ничего не осталось большинство очень таких знаете когда только открываешь бутылку бурбона сразу же столярка и малярка вот это все ацетон лака и так далее здесь это все по утихло оно здесь есть но оно все по утихло и бурбон пахнет ванилью тонкий аромат ванили ярко ощутимым ощутимый аромат дубовой бочки белого американского дуба аромат сладости кукурузы и карамели в общем то такой типичный бурбоновый аромат или бурбонный уж как не знаю вот сзади у меня стоит кстати бутылочка дэниала стюарта неспроста достаточно похожие бурбоны и сейчас я сделаю глоток и немного подробнее расскажу по вкусу сделал достаточно большой глоток никакого желания закусить спирт не жгучий по пищеводу протекает совершенно мягко спокойно разогреваю грудную клетку прекрасный прекрасный напиток по настроению я его просто обожаю очень сладенький очень мягкий очень вкусный ароматный ванильный немного с дымочком классный напиток прям супер по настроению еще раз повторяюсь просто на ура просто на ура в чистом виде вы увидите в чистом виде абсолютно безо льда без ничего теперь по вкусам если сравнивать если будете покупать бурбон и увидите на полке вот дэниела стюарта и джим бима дэниел стюарт он будет значительно дешевле прилично дешевле на несколько сотен рублей вот по вкусу дэниел стюарт мне показался более выразительным таким более яблочным то есть печеное яблоко очень очень даже ощущалось печеное яблоко а вот к сожалению бочки и дымка практически не было ну но от слова совсем практически вот джим бим более сдержанный он тоже сладенький тоже такой ванильно приятный ванильно-медовый карамельный суперский но он более как-то более продуманный что ли более сдержанно не такой яркий не такой бросающийся в глаза то есть очень спокойный напиток с которым можно но действительно получить удовольствие под определенную ситуацию и отличительная черта от дэниела стюарта в нем все-таки есть вот аромат и вкус бочки причем бочки хороший благородный настоящий и аромат и вкус дымка его немного но он отчетливо прослеживается вот в принципе рекомендую оба бурбона по цене они приемлемые как по мне это уже начиная от джека и выше там bullet buffalo trace ну и так далее поняли меня они уже ну как бы и уровнем повыше насчет джека я не скажу точно но вот уже буллет buffalo трейс maker's mark и так далее они уровнем повыше спасибо что смотрели меня друзья берегите себя ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч